белеет парус одиноки всем привет друзья вы знаете я переместилась моментально в лес а почему хочу сразу вам пояснить ну потому что мне кажется нас уже с вами достаточно укачала у меня последние несколько видео были именно о моем морском путешествии о волнах о штормах и о том кого и как и насколько укачивает поэтому я решила нет наверное хватит давайте-ка мы с вами по лесу сегодня друзья погуляем я знаю что давно мы с вами не бродили не гуляли по замечательному лесу поэтому мое видео сегодня будет сопровождаться вот такой лесной прогулкой я обязательно вам еще расскажу и да расскажу о нашем круизном путешествие на лайнере айона но сегодня я взяла такой небольшой брейк перерывчик чтобы немного разбавить эту тему я сегодня хочу по отвечать на ваши вопросы и здесь друзья я хочу поблагодарить очень очень многих тех кто пишет такие знаете классные комментарии вот все-таки согласитесь что комментарии когда человек пишет не просто спасибо понравилось а просто еще высказывает свое мнение и что-то рассказывает о себе это гораздо интереснее читать и я благодарна тем моим зрителям которые пишут комментарии вот такие интересные с удовольствием их читаю всем огромное спасибо они дают мне вы знаете тоже почву для размышлений дальнейших моих может быть каких-то вставок мои видео и то о чем я бы хотела еще вам рассказать по вашим письмам так сказать по вашим комментариям ну и я просила уже вас задавать вопросы вопросов очень много я выбрала наиболее наверное такие часто встречающиеся и хочу также сказать тем большое спасибо тем кто вопросы задает и наверное я буду чаще вот эту тему использовать ответы на вопросы я знаю что вам тоже нравится эта тема в моих видео как вы знаете я ваши комментарии читаю всегда и иногда вы знаете встречаются такие классные вопросы что я прям думаю ух ты вот такой вопрос что можно целую тему здесь развить по одному только вопросу но потом как-то получается что забывается эти вопросы они куда-то ускользает вот я сегодня потратила большую часть времени для того чтобы эти вопросы постараться отыскать и думаю что впредь я буду просто для себя записывать эти вопросы интересные и потом вот такое вот делать видео ответы на ваши вопросы ну и так друзья давайте начнем усаживайтесь поудобнее и сразу первый вопрос галина как ваш друг относится к тому что вы ведете блог читаете ли вы ему наши комментарии если да то передавайте привет из заснеженной россии спасибо за вопрос привет заснеженной россии также от нас с моим другом и я хочу сразу сказать что да я читаю иногда те комментарии которые мне нравятся и которые я так понимаю заинтересуют моего друга не все конечно я ему читаю комментарии но некоторые читаю да и как он относится к тому что я веду блог он относится к этому очень нормально очень терпимо потому что он считает что это дает возможность ближе людям узнавать друг друга он кстати стал тоже интересоваться россией но понятно почему потому что я из россии он говорит что мне все интересно откуда ты родом как ты жила как прошло твое детство как прошла твоя юность что вообще в вашей стране происходит ну вот это все конечно же человеку интересно сами понимаете точно так же как мне интересно все узнавать о нем он был приятно удивлен когда узнал что я веду свой канал на youtube и сказал что и и он бы тоже конечно хотел но вот ему как-то лень потому что очень сложно все это узнавать познавать как это все монтировать он знаете в восторге от того что я все это освоила сама и все это уже умею иногда знаете даже было тут до смешного у нас в круизе когда я уже ну не очень-то и хотела что-то снимать свои видео делать а он мне говорит подожди подожди а почему ты тут вот не снимаешь смотри вот концерт интересный почему ты не хочешь показать своим зрителям вот посмотри мы сейчас опять купили вот интересная еда тут у нас покажи своим зрителям и будет интересно посмотреть ну вот иногда получалось что даже я делала это потому что меня просил мой друг и а он просил именно для вас друзья ну и потом он сам тоже очень давно фотографирует может быть тоже кто-то заметил на моих видео что у него шикарная камера с огромной линзой у него несколько таких линз и там чего только нет тоже все это очень сложно я туда не вникаю вот он тут снимал закат с нашего балкона когда мы были в круизе но к сожалению знаете с погодой нам не повезло поэтому закат всего лишь дважды он сумел снять и то расстраивался что не так получилось как он хотел ну еще интересно что оказалось он тоже любитель аквариумных рыбок и тоже у него давным давно есть аквариум дома но и не только это казалось у нас совпадает он точно так же как и я рисует друзья вы представляете и тут следующий вопрос галина про вашу написанную картину подарок для друга вы ничего не рассказали пожалуйста поведайте понравилось был удивлен ну да ему очень понравилось и да я его удивила надо сказать я ведь картину эту с собой взяла в наш круиз потому что мы праздновали его день рождения там на лайнере и когда я ему утром эту картину преподнесла с пояснениями как любят англичане обязательно я уже тоже этому научилась то есть я ему пояснила сколько времени я рисовала эту картину и что именно я нарисовала вот такой заснеженный зимний день в россии именно тот день в феврале когда родился мой друг друг мой был просто в восторге от моего подарка и он сразу его поставил напротив нашей большой кровати в каюте и каждое утро он говорил что он просыпается и у него сразу улучшается настроение когда он видит мою картину как-то так у меня получилось что я начала отвечать на вопросы именно по теме по теме моего друга да и вот кстати еще один такой вопрос галина а где вы нашли своего друга на каком сайте знакомств и как вы искали какие критерии выставляли какие вопросы нужно задавать что отвечать спрашивает еще одна моя зрительница этот вопрос вообще как вы понимаете очень обширный да если я начну подробно отвечать на этот вопрос то скорее всего это и будет наша темой нашего видео да поэтому я постараюсь особенно не углубляться но ответить на эти вопросы где вы нашли своего друга мы познакомились на английском платном сайте знакомств и дальше вопрос как я искала какие критерии выставляла какие вопросы нужно задавать и что отвечать ну вот смотрите друзья я ведь давным-давно пользовалась сайтами знакомств искала там себе друга спутника жизни компаньона как хотите называйте вот ну и в основном я пользовалась бесплатными сайтами знакомств оказалось что на бесплатных сайтах знакомств вот ничего хорошего я не нашла много у меня тоже мы этому посвящено видео если кто-то хочет посмотрите я дам вам вверху ссылочку поэтому еще раз друзья обращаю ваше внимание милые женщины что лучше искать мужчин на платных сайтах что касается какие критерии я выставляла какие вопросы задавала здесь вы знаете я хочу что сказать самое главное что я для себя например вот уже выяснила нужно так свою анкету написать о себе когда вы даете о себе информацию нужно что-то такое интересное придумать вот придумать какую-то именно такую изюминку что именно в вас существует что именно вас характеризует как личность вот может быть какое-то ваше хобби увлечение ну я вот даже не знаю каждый должен подумать серьезно если вы конечно серьезно хотите найти друга то вот к этому всему и нужно отнестись вполне серьезно если вы сами не захотите и если вы сами не приложите усилия не постараетесь то ничего и не получите это же элементарно понятно мне вот очень многие женщины пишут в личку помогите найти мужчину помогите я с удовольствием могу помочь советам какой-то рекомендации но все остальное ведь зависит от вас от вашего желания если вы сами ничего не хотите для этого сделать а только ждете что кто-то придет вам и поможет то это так не работает и здесь так не получится никогда и еще одну рекомендацию я хочу вам дать милые женщины если вы разместили свою анкету то не пишите первые вот обычно ну не знаю может быть это только раньше так было я вот помню что нам всегда говорили не стесняйтесь пишите первой знакомьтесь первой делайте первый шаг вот на этих сайтах я с этим не согласна нет не стоит первой писать мужчинам вот разместили свою анкету поработали над ней поместили какие-то свои хорошие фотографии все и ждите только отвечайте тем кто вам первый напишет даже лайки никакие ставить особенно не нужно ждите мужчины они охотники и лучше будет если мужчина первый обратит на вас внимание и первый вам напишет а там уж как говорится ваше право если мужчина вам понравился то отвечайте и переписка может завязаться если мужчина вам сразу не понравился друзья то я например думаю что лучше даже и не тратить свое время на ответ остальное все друзья здесь как лотерея кому-то повезет сразу кому-то не очень повезет а кому-то вообще не повезет об этом уже у меня есть целый плейлист как познакомиться с иностранцем пожалуйста открывайте смотрите кто еще не видел там все подробно я рассказываю ну и к следующему вопросу пожалуй пора уже перейти интересно то что англичанки не красят волосы совсем и не пытаются скрыть свой возраст пишет одна моя зрительница абсолютно правда англичанки не пытаются скрыть свой возраст англичанки в большинстве не красят волосы и в большинстве англичанки не пользуются косметикой и не наносят макияж в возрасте 60 плюс это вообще по моему крайне крайне редко можно встретить это вот я вам показываю небольшие такие съемки я делала на обеде на лайнере круизном я помню когда я показала свою фотографию где я сижу с большим открытым вырезом декольте мне там сказали что в моем возрасте да как можно в декольте а вот пожалуйста посмотрите женщина сидит сколько ей лет все видите она сидит не только не то чтобы в декольте а вообще в сарафанчике чувствует себя великолепно абсолютно никаких комплексов никаких проблем у нее не возникает хотя я и наверное уже под 80 я так понимаю так что вот друзья опять англичане по поводу своей внешности по поводу своего возраста как они выглядят они совершенно не заморачиваются так как мы англичанки чаще всего ходят простоволосые некрашенные единственное что тоже я обратила внимание очень любят английские женщины носить ювелирные украшения золото чаще всего у них золото низкой пробы 9к английское золото 9к рад так называется но это примерно 375 проба если говорить по стандартам российским очень любят носить браслеты золотые конечно же кольца обручальные чаще всего с бриллиантами у них engagement ring и очень любят носить подвески золотые цепочки с красивыми подвесками ну а больше всего любят носить кольца английские женщины в любом возрасте до самой глубокой старости почти бывает что все пальцы у них унизаны кольцами и даже я обращала внимание на то что чем старше женщина тем больше у нее колец на пальцах возможно связано с тем что празднуют какие-то еще юбилейные свадьбы и дарят мужья своим женам эти кольца может быть сами уже находят достаточно средств и возможностей купить себе эти кольца но вот не так много у молодых женщин я видела колец а вот у старых очень много и как я понимаю они эти кольца носят постоянно практически никогда не снимая кстати может быть не только английские женщины вот так вот любят бриллианты и кольца я помню я точно так же была поражена когда я впервые приехала за границу и к тому же сразу я попала во Францию на лазурный берег а там как я сейчас уже понимаю очень богатые иностранцы живут и приезжают туда отдыхать и вот я поразилась сколько там было очень пожилых женщин которые были все увешаны бриллиантами и которые были все в мехах в меховых шубах нараспашку они там неспешно гуляли по всем паркам и скверам вы знаете почему мне это бросилось в глаза потому что я видела совсем других женщин семидесяти восьмидесяти лет когда жила в России ни о каких мехах и ни о каких бриллиантах там речи вообще не шло еще очень много вопросов по моим картинам я показала вам в моих последних видео как я рисую какие картины рисую ну и спрашивают чем вы рисуете расскажите где вы учитесь как вы учитесь давайте я об этом немножко тоже вам поподробнее расскажу ну во первых я рисовала всегда в своей жизни рисовать обожаю я помню что в детстве по моему в третьем классе я поразила нашу учительницу начальных классов и я помню тогда даже учительница вызывала моих родителей приглашала в школу и обратила внимание на то что у меня есть талант и что меня обязательно надо отдать в художественную школу и я кстати и сама хотела но как-то было тогда моим родителям не до этого да и денег у нас особо не было школы были платные ну а потом вы знаете я рисовала аллегории очень мне нравилось рисовать аллегории в черно-белых тонах тоже был у меня такой период потом я забросила рисование потом здесь уже я даже купила себе мольберт выезжала на природу рисовать рисовала акварельными красками ну вот потом перешла на акрил и сейчас рисую с удовольствием акрилом я начала брать уроки ютуб это очень легко там очень много разных уроков для рисования я вот занимаюсь в школе креатива если кто хочет могу ссылочку дать вообще рисование оно ведь знаете успокаивает расслабляет ну и вообще приносит шикарные эмоции поэтому всем рекомендую друзья а я вот еще хочу попробовать начать рисовать масляными красками потому что вот сейчас говорят что масляные краски они в принципе стоят столько же сколько и акрил но рисовать ими легче и потом получается что масляная картина она на века а еще я люблю рисовать портреты просто обычным карандашом и как то как мне говорят мои друзья я удивительно схватываю сразу похожесть и у меня портреты тоже но давно не рисовала наверное все же всему свое время и для всего нужно вдохновение ну вот со временем сейчас как раз все в порядке времени предостаточно достаточно для всего и нужно заниматься всем чем пожелаешь путешествовать рисовать снимать видео заниматься садоводством или просто писать стихи вы знаете что мы сейчас перешли совершенно на новый уровень жизни я имею ввиду что жизнь течет теперь по-другому и если раньше считалось что в 60 лет уже жизнь закончена то сейчас друзья в 60 лет жизнь только начинается ну и хочу напомнить друзья что сейчас самое время поставить лайк этому видео те кто досмотрел это видео пожалуйста не забудьте поставить лайк если вам понравилось и написать ваш комментарий для вас как говорится пустячок а мне будет очень очень приятно ну и потом это продвигает контент видео то есть возможно видео попадет в топ и его посмотрят большее количество зрителей что немаловажно для блогера как вы понимаете вообще друзья я думала что я смогу ответить на большее количество ваших вопросов но как-то наверное слишком углублялась в ответ на каждый ну и напоследок у меня для вас небольшой сюрприз друзья хочу добавить немного романтики в сегодняшнее видео и хочу для вас прочитать одно из моих любимых стихотворений а полюбят тебя обязательно за другое за то что чужому и невдомёк самое что есть у тебя простое будет для кого-то и шарм и шок и полюбят тебя обязательно не за то не за то над чем ты всегда стараешься но как ты ходишь как снимаешь с себя пальто может как ты плачешь но скорее как улыбаешься как грызёшь колпачок от ручки ловишь такси или волос отводишь ладонями от лица как ты ноешь с утра как не знаешь куда идти и как в фильмах болеешь за подлеца может вдруг ты зевнёшь на важной какой-то встрече и сконфуженно сморщишь лоб и тебя полюбят именно в этот вечер не за что-то а вовсе наоборот 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 ставьте пожалуйста лайки те кому понравилось пишите ваши комментарии Мы с вами гуляли уже в разную погоду, в разное время, в разное время года и в разное время суток по берегу океана. И он, как вы видите, всегда выглядит по-разному. Всем удачи, всем счастья, исполнения желаний. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok